Ну, как и обещала для новых зрителей, показать рецепт запечённого картофеля. Беру картошку покрупнее, ну а можно любую, у кого какая есть. Хорошо её мою, чтобы она была чистенькая, просушиваю. Сейчас я каждую половинку картофеля смажу подсолнечным маслом. И посыпем куриной приправой. Здесь и соль, и приправки, и всё. И будем выкладывать на противень, ну, буду вам показывать. Наливаю в небольшую мисочку подсолнечное масло ароматное. И будем смазывать кисточкой каждую дольку картошки. Всё, картошка готова для того, чтобы мы её отправили в духовку. Приправы могут быть любые. Есть специальные приправки для картошки. Можете ими пользоваться. Но нам нравится куриная. Здесь в меру соли, в меру всех специй. И картошка получается как будто с курицей. Вот вам ещё, девочки, подсказка. Постного блюда. Замечательно. Я очень и очень люблю такую картошку. Она у нас улетает за 5 минут. Постное блюдо как раз сегодня нам к столу и пригодится. Ну, запекаю где-то я час. Ставлю газ на двойку. И вперёд. Можете вот эту бумагу смазать подсолнечным маслом. Но я не смазываю. Она специально предназначена для духовки. Ну, а вы смотрите сами. Так. Ещё у меня есть очень вкусное постное блюдо. Шаурма. Будем делать шаурму. Есть лаваш. Есть грибы шампиньоны, обжаренные с луком. Огурец, помидор. Салат, томатная паста. И сейчас будем готовить картошку фри. Вот тоже меня спрашивают, как вы её готовите. Нарезаю, чищу, мою, чищу. Нарезаю вот такими брусочками или соломкой. И обжариваю в большом количестве масла. До золотистой корочки. Потом выкладываю на тарелку. Кладу салфетку. Чтобы лишнее масло салфетка впитала. Подсаливаю. И всё. И будем с вами собирать шаурму. Это постный вариант. Вот так мы обжариваем картошку фри. До золотистой корочки. И выкладываем на тарелку. С полотенцем вот бумажное я застелила. Чтобы лишнее масло салфетка впитала. Я думаю, это все знают. Ну, кто не знает, вот подсказывает. Картошку я кладу немножко. Чтобы она прожарилась со всех сторон. Первые порции картошки уже готовы. Я её чуть-чуть подсолила. И посмотрите, какая. Румяненькая. Вкусненькая. Так, сейчас я всю её пережарю. И потом будем собирать шаурму. Всем привет, всем добрый день. Татьяна готовит. Что-то там готовит. Как ты сказала? Шаурму. Шаурму. Это что-то такое, как вот мы были на Казанском вокзале в Москве. Это что-то из той серии, я так понимаю. Да уж прям. Да уж прям. Ну, вкуснее, конечно, будет что-то. Что хочу показать. Есть у нас сковородка. Сковородка новая. Долго она лежала. Ждала своего часа. Ждала, да, своей участи. И вот, наконец-то, дождалась. Вот такая сковородка. Что товарищи китайцы пишут? Ручка с покрытием soft-touch. Вот эта вот. Вот такая вот ручка. Бакелитовая ручка. Типа того. Можно использовать без прихватки. Ну, попробуем. Попробуем, что это значит. Имеет эргономичную форму. Вот специально лазал в интернет. Смотрел, что это за слово. Ну, применительно к ручке от сковороды. Чтобы было понятно. То знаете, что это означает. То есть, это удобная ручка. Во всех отношениях. По-русски будет сказано. Вот такое слово интересное. Что еще здесь? Покрытие. Усиленное, пятислойное, антипригарное покрытие. Засчитает посуду от нагара. Облегчает уход. Ну, мыть можно везде. В том числе в посудомоечных машинах. Так, внутреннее покрытие усиленное, пятислойное, антипригарное. Позволяет готовить с минимальным количеством масла. Остальное дно обеспечивает равномерный нагрев посуды. Оптимальный диаметр диска по отношению и т.д. и т.п. Можно готовить на всех видах плит. В том числе на индукционных. Ну, что еще сказать? Пишут, что это кованая посуда. Она не подвержена деформации. Сейчас проверим. Обеспечивает равномерный нагрев. Пища лучше пропекается. Сохраняет свои вкусовые качества. И т.д. и т.п. Ну, что сказать? Красиво оформлена. Сковорода, гриль. 28 см. Ну, готовить, конечно же, написано с небольшим количеством масла. А не так, как рекламируют, что кинул. И все, само готовится. Тушится, варится, жарится. Сейчас будем испытывать эту сковородку. Вперед. И буду соблюдать все правила, как вот написано. Помыть надо. Сейчас помою мыло. Хорошо. Чёртой водой с мыром. Да, хорошо прополощу, протру. И все, и будем... Ну, не использовать, конечно, эти абразивные средства. Да, мягкой губкой. По-чуть-чуть. Ну, вот, кратенький абразив. Ну, что, начинаем собирать шаурмур. Я взяла лист салата. Выложила на него картошку фри. Грибы с луком обжаренные. И сейчас немножко полью соусом. Затем снова картошку и огурцы. И помидоры. И всё. Это будет постная у меня шаурма. Полила соусом. Сейчас снова положим картошку. И помидорчики. Вот, как-то так. Сейчас будем заворачивать. Можно ещё наверх картошечки положить. Сейчас посмотрю. Добавил немножко сельдерея. Можно петрушки, можно зелёного лука, укропа. У кого что есть. Вот у меня что есть, с того я и собираю шаурму. Вот такая она красивенная получилась. Уже как съешь, так и наешься на целый день. Ещё мы будем её обжаривать. А саньку я сделаю с сыром. И здесь у меня постный майонез. И кепчук. Ну, соус томатный. Сейчас ещё сюда помидорков добавлю. И будет супер. Супер-пупер. Ну что, картошечка запеклась. Шаурма горяченькая. Сейчас нальём щей. И будем обедать. Нам приятного аппетита. Но, может быть, подачу первого блюда я покажу. Сковородка показала себя замечательно. Молодец. Мне понравилось. Ну что, девочки, мальчики, как обещала показать свой обед. Постный. Подчёркиваю. Щи. Запечённая картошка. Хлеб домашний. Шаурма. Приятного всем просмотра. А нам приятного аппетита. ПОСТОРМОН. 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 ПОСТОРМОН.